Улочки. Очень красивая тема, итальянский улочек. So beautiful landscapes. I will show you, we will do like easiest way, yes, but the idea will be the same, ok? Look at here. It looks like that. Это дорожка к морю и много-много цветов, много цветов, дорожка, там есть даже столик небольшой. Это очень-очень красиво, но самая главная задача, что она требует большого усердия, чтобы затонировать большие площадя. Итак, я беру листочек. Take your paper. Возьмите ваш листочек. И ровненько-ровненько пополам. Вот так вот. Ровненько-ровненько-ровненько-ровненько. Опа! И пополам. И пополам. Чтобы ровненько было, посмотрите, чтобы линии были параллельны. И вот так открывались. Смотрите. Оп! Оп! Та-та-та! Вот так вот. Видите, как открывается? Вот таким образом. То есть у вас листочек будет небольшой, да? Небольшой листочек. Вот такой, да. У Мички отличный листок. Да, идеально, идеально. Да, у Сони прекрасно. Супер, отлично. Итак, тогда мы начинаем. Я беру карандашик. Нам понадобится карандашик. Нам, конечно, понадобится ластик. We need two, of course. Yes. Who is ready? Please show me the paper. Who is ready? Show me the paper. Мияр готова. Аиша готова. Соня готова. Анечка с Никитой, вы готовы? Анют, Никита, вы готовы? Никита готов, вижу. Анюта делает. Окей. Итак, тогда мы начинаем. Ребята, сегодня мы потренируем параллельные линии. Я вам расскажу, что это такое. Посмотрите внимательно. Мы начинаем любой пейзаж с горизонта. Это там, где небо соединяется с землей. Вы когда-нибудь были на море и смотрели? Горизонт далеко, да? Это очень красиво. Итак, горизонт, ну, например, он проходит здесь, да? Он может в любом месте проходить. Так вот, горизонт, неважно какой цвет карандаша, это я просто взяла карандаш. Горизонт, он параллелен краю листа. Что значит параллелен? Это значит, что вот видите краешек листа, да? А вот этот горизонт, он не вот так улетел, как взлетная полоса. Он не вот так скатывается, как с горки. Он параллелен, то есть вот так вот параллелен, как будто на поезде можно проехать. Чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих. Ровные две линии друг к другу, как близняшки, видите, да? На одинаковом расстоянии друг от друга. Это называется параллельные прямые. Мы сегодня потренируемся их рисовать. Итак, первое, что я хочу нарисовать, мы линейку не используем, мы используем только свою руку. Мы берем карандаш достаточно близко. Я карандаш кладу на стол, посмотрите, на стол, да? То есть не на весу, а на стол для того, чтобы был упор, чтобы был упор. И провожу с одного края к другому. Параллельную прямую. Что значит параллельную? Она может быть не идеально ровной, но главное, чтобы она была вот как поезд, да, как рельса у поезда. Вот так, видите, у меня немножечко неровно я поправлю, но в целом как будто поезд проедет по этой линии. Если нужно, можно подправить. Но в целом мы проводим линию, и чтобы она была параллельна краю. И обратите внимание, что если поделить лист пополам, она будет чуть ниже середины. Check yourself, it will be a little bit on the bottom of the center. Not too up. Да, не сильно высоко. Да, Никит, очень хорошо, вот хорошая позиция. А да, Нют? У меня бумага не есть. У меня бумага кончики не вместе. А, не переживай, ничего. Примерно, примерно. Потому что в любом случае, потом мы это уберем, тебе один листочек останется. Если сильно не вместе, это окей. О, отлично. Аиша очень хорошо. Аишенька, хорошо. Лиза, я вижу, ты присоединилась, да? Все окей. Вам нужно прочертить параллельную прямую. Параллельная прямая – это линия, которая выглядит точно так же, как нижний край листа. И как будто поезд может пройти по этим двум рельсам. То есть она не такая, она не такая. Она ровная, ровная, как вот краешек листа, который наверх подняли. Это называется параллельная. Параллельно краю листа нужно прочертить максимально параллельно, без линейки. Сонечка подальше, Аня очень хорошая линия, прекрасно. А Соня подальше, Соня дальше, дальше, Соня выше и дальше, чтобы я весь лист видела. Ага, вот так, да. Соня, тебя немножечко вот так, видишь, у тебя немножко уехала линия. Попробуй, не стирай. Итак, кому я попросила нарисовать новую линию, вы не стираете линию, вы рисуете рядом правильную линию. И если она вам нравится, предыдущую стираете. Понятно? Если я попросила линию справить, то вы ее не стираете и новую рисуете, а вы рядом рисуете правильную линию, а потом неправильную стираете. Это основной принцип. Если вы так не сделаете, вы просто опять же там же нарисуете линию. Итак, мы нарисовали параллельную прямую, вы большие молодцы, вы все справились. Мы сейчас нарисуем рядом еще одну параллельную прямую, чуть выше. Потренируйтесь, мы учимся рисовать параллельные прямые, ребят. Еще рядышком, еще одна параллельная прямая, прям рядышком. Чуть-чуть выше. Посмотрите, вот так должно примерно получиться. Небольшая, получается полосочка из параллельной прямой. Полосочка из параллельной прямой. Секунду. Да, Аишенька, очень хорошо. Аишенька, вот тут вот снизу, нижнюю, нижнюю, можно чуть-чуть поправить нижнюю линию. Очень хорошей линией. Ну, это если я так уж придираюсь. У Ииши очень хорошо. Анечка, у меня вопрос. Ты используешь линейку или сама рисуешь? Или край листа используешь? Канюйте вопрос. Край листа, да? Я поняла. Сори, я не сказала, ничего не использую, только свою руку, окей? То есть мы тренируемся самостоятельно. Конечно, ты правильно сделала край листа, это легко его сделать. Но мы рисуем, пытаемся сами максимально ровную линию своей рукой нарисовать, окей? То есть дальше будем рисовать своей рукой. Никит, давай посмотрим. Все, пожалуйста, покажите, как получилась полосочка, и мы продолжим. Да, Сонечка, можно чуть потолще. Никита, отлично. И Никита тоже у меня такое ощущение, что линейку использует. Никит, не используй ни линейку, ни какую линию. Только от руки, окей? Только от руки. Аиша, шикарно. Мия, прекрасно. Лиза, очень хорошо. Лиза, вот тут немножко можно повыше. Итак, мы нарисовали две параллельных прямых. Вы большие молодцы. Теперь мы нарисуем, это называется горизонтальная, да, потому что она в горизонте. А вот эта вертикальная, как будто дерево растет. Сейчас мы сделаем параллельную прямую, параллельно листу. Параллельно листу. И это будет сложно. Еще раз. Нужно поставить линию. И сверху вниз, параллельно вот краю листа. Посмотрите, параллельно краю листа. Я рисую. Хей, класс, смотрим на меня. Я рисую сверху вниз линию до самого низу, как будто по линейке. Обратите внимание, что когда вы рисуете линию, вы смотрите на точку, в которую вы должны прийти. То есть я иду сверху вниз и смотрю, куда я должна прийти, а не на край карандаша. Это секрет, который используют многие художники. О, Никита супер. Твердая мужская рука. И параллельная прямая. Отлично, да, замечательно. Лизонька, у тебя вот так линия выглядит, видишь? Нужно немножечко ровнее. Не стирай, а просто рядом нарисуй. Но, Лиза, не стирай. Рядом рисуешь правильную, потом неправильную стираешь. Соня шикарно, Анечка шикарно, Мия Аиша, давайте как посмотрим. Мия Аиша, ребят, учимся рисовать параллельные прямые. Ой, Миечка, Мия отлично, замечательно. Итак, мы нарисовали параллельную линию. Еще одну сейчас горизонтальную нарисуем. Вот так, смотрите. Параллельно вверху листа, параллельно вверху листа. Рисуем еще одну линию. Все параллельно. Учимся рисовать параллельные линии. Прямо сверху так. Раз. Еще одну линию параллельно. Вот здесь вот. Два. Обратите внимание, что все линии примерно параллельны. Да, примерно параллельно. И рисуем все от руки. Да, Анечка, очень хорошо. Сильно не дави. Очень хорошие линии. Сильно так не дави. И посерединке еще одну. Миечка, смотрим. А, Ми, отлично. Ми, вот эта линия сильно наверх улетела. Посмотри, она не параллельна. Вот эту линию нужно будет подправить. А, Анечка, хорошо. Да, у Ми вот эта линия у тебя вот так. Не стирай. No, не стираем. Сначала рисуешь правильную. You need to draw first one correct line and then clean. Окей, Ми? Никита, Никита, хорошо. Вот посередине линию повыше сделай. Очень большое расстояние между линиями. Или верхнюю пониже. Никит, верхнюю пониже просто сделай. Да, Анют? Очень хорошо. Очень-очень хорошо сделала Соня. Соня. Анют, какой вопрос? Мы делаем американский флаг. Нет, мы не делаем. Мы рисуем итальянскую улочку. Тут столько линий. А, Иша умница. Как белый, красный. Да, да. Нет, нет. Мы рисуем итальянскую улицу, но перед этим мы тренируем параллельные прямые. Мне нужно, чтобы вы тоже это умели делать. Это будет итальянская улица. Итак, очень правильно спросила Анечка, а что же мы рисуем? Итак, я сейчас рисую еще одну линию сверху. И вы сейчас увидите, зачем мы это все делали. Итак, вот самая верхняя полоска линии, это у нас будет крыша. Я рисую полосочки солнышком, как будто лучики солнышка. И обратите внимание, лучики солнышка должны быть тоже примерно параллельно друг к другу, с одинаковым примерно расстоянием друг к другу. И внутри я сейчас нарисую дверку. Как вы уже поняли, дверь должна быть параллельна всему, что мы рисуем. Я надеюсь, вы поняли, да? Нижняя часть параллельна, вертикальная параллельна, параллельна. Это дверка. Посмотрите, я нарисовала дверку. Внутри дверки нам ничего не нужно, потому что там просто проход, я стираю лишние линии. Внутри дверки нам ничего не нужно. Но дверку мы рисуем параллельно. То есть не касая дверка, да? А нижняя часть параллельна, верхняя часть параллельна. Я думаю, что вы уже поняли, что такое параллельно. Если нет, скажите мне. Мы рисуем дверку. Угу. И у кого получилось, обязательно покажите мне. Ой, отлично. Очень хорошо. Сонечка, дверь покороче, покороче. Все хорошо, просто обрежь ее, чтобы она была покороче. Прямо так жик и обрежь, ладно? Очень хорошо. Мичка, отлично. Очень хорошо. Умница. Лизонька. Лиза, хорошо. Вот эта вот, вот эта вот часть вот так ушла. Видишь? Чуть-чуть ее поправь. Оп-оп-оп-оп. Вот так чуть-чуть поправь. Аиш, как у тебя получилось? Когда получилось, обязательно покажите. Аишенька, короче, да? Короче дверь. Чтобы здесь хотя бы расстаять. Даже можешь вот так вот прям вот так обрезать. Вот так, смотри. Раз, обрезала. И обрежь. Это я для Аиши показываю. И вот так вот обрежь. Никит, тоже можешь обрезать. Можешь обрезать. Хотя, Никит, оставь. У тебя красиво. Мне нравится. У тебя очень вытянутый лист почему-то. Поэтому Никит пусть оставит. Итак, когда у вас дверка готова, мы в дверке, посмотрите, вырисовываем полукруг, да? Полукруг. Внутри. Внутри, смотрите, полукруг. Опа. Опа. Пол кружочка вырисовываем. Пол кружочка. Для того, чтобы дверка была не просто квадратная, а круглая. То есть мы обрезаем как бы краешки. Обрезаем краешки. Видите? Хопа, обрезали. Хоп, обрезали. И теперь, когда мы обрезали, мы стираем все лишние линии внутри. Смотрите. Сейчас вы увидите, что у нас получилось. У нас получилась такая стеночка красивая. Все вокруг двери мы чистим. Все вокруг дверки мы прочищаем. Все вокруг дверки мы прочищаем. Вот у нас получилась красивая-красивая дверка. Мы ее построили. Линии параллельные. Вот такая дверка получилась. Так, смотрите. Вот так раз. Это край листа. Вот тут вот линия больше тоже не нужна. То есть у нас стеночка вот здесь доходит. Лишние линии стираем. То есть они нам нужны были для того, чтобы линии были максимально ровные, насколько мы можем это построить. И вот у нас теперь получилась дверка. Дверка с козырьком. Я сейчас у козырька сделаю красивый узорчик с вертикальными линиями. Вы можете выбрать свой узорчик. Можете за мной повторить. Вот такая получилась дверка. Посмотрите, какая дверка. И мы ее не просто от руки нарисовали, мы ее построили по линиям. От руки мы линейку не использовали. Мы учимся строить самостоятельно по линиям. У кого получилось, обязательно покажите мне. И я нажму стоп. Фокус. Так, смотрим. Да, Сонечка, очень хорошо. Сонь, можно прям плавнее, больше на круг. Это на самом деле половина круга, да? Чуть плавнее, чуть-чуть поплавнее, более круглая такая. Вот сюда, смотри, Сонечка. Сонь, сюда чуть-чуть более такой пузатенькая в угол. И сюда более пузатенькая. Но не стирай. Сначала нарисуй линию. А потом лишнюю подправь. А если ты нарисовала, и тебе не очень нравится, то тогда как бы сотрешь и еще раз нарисуешь. То есть мы рисуем правильную, неправильную линию вместе, чтобы их сравнить одну с другой. Так, давайте посмотрим, как дела идут у Аиши, Лизы, Анечки, Мия, да? Да, ближе, 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 Миячка. Ой, какая красивая дверка. Да, Мия очень-очень красивая дверь. Вот у Мии прекрасная дверь. Мия, вот тут можешь стирать, вот тут можешь стирать линию, да, то есть до конца доводи стенку. Все, вот эта линия, линия построения, больше нам не нужна. У Мии получилась идеальная, ровная дверь. Очень красивая, потому что она ее построила. Не от руки нарисовала, да, а построила. Так, очень хорошо, да, Лизонька, тоже проводи снизу вот так линию. Проводи, она у тебя была, просто доведи ее. И вот тут вот пол будет чистый. Анечка, очень хорошо тоже пол, чистый, то есть тебе больше линии построения. Аня, шикарная линия, да. Ань, вот тут вот чистый, тебе эта линия больше не нужна. Чисть, да, все, тебе линия построения больше не нужна. И дверь к морю у тебя получилась шикарная, шикарная дверь к морю. Да, Никита, очень хорошо то же самое. Снизу чистый пол, чистый, чтобы у тебя была красивая. Вот, Анечка, ну ты видишь, как красиво, да, очень красиво, потому что ты построила эту дверку. Очень красиво, у Анечки получилось, очень. Да, Никита, вот стирай вот эту линию, она тебе больше не нужна. Все, пол чистый у нас, вот стирай, она тебе больше не нужна. Итак, если кому-то нужна помощь, пожалуйста, дайте знать, потому что я знаю, это немножко необычный шаг, как рисовать, да, какие-то там стены, двери. Ну, именно так и рисуется, то есть делаются направляющие, по ним вырисовывается уже что-либо. Итак, мы потренировались, мы большие молодцы. Сейчас мне нужно нарисовать внутри арочку, посмотрите. Я просто контур делаю рядом с этой, ну, уже с этой аркой, и контур полностью повторяет, посмотрите, он полностью повторяет, можно крутить, повторяет нашу арку, полностью повторяет нашу арку слева. Вот у меня здесь не очень ровно, я сейчас это подправлю. То есть одна линия арки параллельно другой линии арки. Вот так вот. Можно подправить, если хотите, но внутри мы рисуем толщину арки, да, посмотрите. Толщину арки. Вот так вот. Мы рисуем как бы толщину арки с одной стороны. Да, Никит, Никит с одной стороны, только с одной стороны, да. И вот здесь вот смотри, чтобы толщина везде была одинаковая. Примерно везде одинаковая. Я знаю, это очень сложное задание, очень сложное, но зато очень интересно, да, сделать толщину рамки одинаковой. Это вот эта параллельная, она параллельная. То есть вот этот полукруг параллелен этому. Очень хорошо, да. Да, Лизонька, посмотри, вот здесь у тебя уже, да, уже. Старайся чуть-чуть тут потолще сделать, чтобы везде одинаковая толщина была. То есть как будто поезд поедет. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Одинаковая толщина. Да, да, очень хорошо, да. А, Анечка, хорошо. У тебя верх толще? Ну, хорошо смотрится, верх толще. Сонечка, посмотри, пожалуйста, сюда. Сонечка, у тебя вот так идет, смотри, вот так вот идет. Вот так, видишь, идет? Сейчас я поближе сделаю, сейчас секундочку. Ты увидишь и сразу поймешь, что чуть-чуть надо подправить. У тебя идет, видишь, вот так. Вот тебе надо вот эту крайнюю линию немножечко сточить, мягче сделать, только крайнюю, вот этот уголок. И будет очень красиво. Ой, Аиша супер, да. Аиша, оставляй. Аиша, очень хорошо. Итак, вы большие молодцы. Мы сейчас с вами сделаем внутри, внутри линию воды. Она должна быть параллельна. Вот так вот. Это будет песок. А вот это будет водичка. И у вас здесь были уже параллельные линии. Вы можете их видеть, поэтому ориентиры у вас есть. То есть песок и водичка не должны куда-то прыгать, там, вот так, вот так, скакать, да. Я думаю, что у вас остались направляющие, они должны быть ровными. Да, Никит, Никит, видишь, у тебя вот так вот идут линии, если ты посмотришь, заметил, обрати внимание. Поэтому вот эту линию чуть-чуть подправь верхнюю. Очень хорошо, да. Анют, хорошо, только верхнюю линию сделай поуже, да. Верхнюю линию раз немножко опусти. Опусти верхнюю линию, чтобы она была ближе, да, чтобы уже была полосочка. Очень хорошо. Да, прекрасно, очень-очень хорошо, Лизонька, очень хорошие линии. Окей, я думаю, что вы уже примерно сориентировались. Да, Никит, Никит, вот тут чуть-чуть подправь угол, а то у тебя он вот так сжиг уходит. Да, да, Анют, отлично. Анечка, хорошо. Ань, я прям сделала бы внизу двери, да, если можно, верхнюю линию вниз перемести, вот прям внизу, чтобы пониживать. Эта полоска внизу двери была, будет тебе красивше. Итак, я стираю вот здесь у стенки все лишние линии. Посмотрите, у меня много лишних линий. И мы переходим к окошкам. Вот смотрите, у нас здесь полосочка есть, да, полосочка. Вот это, это стенка. Я все лишнее стерла. И я рисую вот здесь вот окошко. Окошко, посмотрите, оно, конечно же, ну я думаю, что вы поняли, оно параллельно краю листа. Единственное, только окна идут под скос, как трапеции. Но вот эти вертикальные линии параллельны. Вот, Аня, шикарно. Сейчас очень хорошо, Аня. Шикарно, умничка. Итак, посмотрите, я рисую окошко. Обратите внимание, что вертикальные линии параллельны краю листа. Но горизонтальные линии уходят под скос, потому что они туда уходят в горизонт. Вот таким образом. То есть у нас трапеция. У нас трапеция. Трапеция. Попробуйте повторить. Фигура трапеция. Трапеция. Да, фигура трапеция. Попробуйте. Очень сложная задача, я знаю. Очень сложная задача, я знаю. Кто справился, покажите. Очень сложная задача, но очень красиво будет. Я обещаю, если мы будем строить. Так. Соня, ты все правильно сделала. Умничка. Подальше сделай мне. Подальше. А Сонь подальше. Подальше. Да, ты сделала все правильно, только окно должно быть длиннее. Просто увеличь его высоту. Увеличь. Ты все правильно сделала. Просто сделай длиннее. Оно будет красивее. Одну секундочку. Алло. Алло. Кто сделал, обязательно покажите. Кто сделал, обязательно покажите, у кого окошко получилось. Ой. Анечка, давай вместе. Итак, сначала рисуешь две вертикальные линии. Параллельный край листа. Анют, стирай. Две вертикальные линии параллельно краю листа. Когда нарисовала две вертикальные линии, рисуешь две линии, которые сходятся к центру. Вот так. Окей? Кто сделал, пожалуйста, покажите. Никита ниже, не вижу окошко. Никита ниже. Оп, кого-то выкинуло. О, Никита молодец. Все правильно. Нижнюю линию не вот сюда, Никит, а наоборот сюда. Срежь. У тебя вот так вот. Так, у кого? Смотрим. От Сонечка умничка. Да, я бы еще длиннее сделала, Соня, но все равно красиво. Да. А Мия ниже, не вижу окошко. Мия умница, очень красивое окошко. А Аиша ниже. Да, Аишенька, Аишенька, вот эта линия, вот эта линия окна, вот она у тебя вот так улетела. То есть, смотри, край листа должен быть одинаковый, да? Она у тебя вот так улетела. Вот эту поправишь, и будет идеальное окно. Идеальное окно будет. Никиточка, у тебя вот так, смотри, Никит. У тебя знаешь как? У тебя вот так вот. Вот эту линию вот сюда поправь. И будет хорошо. Смотрим, Лиза. Лиза, хвалдан, ниже, ниже, ниже. Ниже. Да, Лизонька, все хорошо, только крайняя линия, она у тебя трогает край, ну как бы две линии соприкасаются. Не должны соприкасаться. А Аиша шикарно. Они не должны соприкасаться, да? Они должны быть рядышком, но не соприкасаться. Ни в коем случае, ни в коем случае. Итак, вы большие молодцы. Я знаю, что это сложная задача, но это именно та красота, которую мы делаем. Мы сейчас делаем линии солнышком, да? Линии делаем солнышком, вот так вот. Солнышком внутри делаем узорчик. Линии делаем солнышком, узорчик как будто бы делаем. Да, так шик. Как будто солнышком. И остались небольшие мелочи, небольшие мелочи, да? Я нарисую крышу, как будто сейчас с горки спустимся. Тоже будет очень красиво. Смотрите. Жюх! Жюх! Естественно, тоже крыша параллельна. Крышу рисуем. Оп, простите. Вот так вот. Простите. Тетя Ира сама ошиблась. Рисуем крышу. Ой, вам не видно, да? Отсвечивает от ламбы. Секунду. Как будто сильно ярко стало. Окей. Окей, крышу, да? Линии параллельны. И просто любая горка любого ската. Да, Анют? Я пропустила чуть-чуть, у меня компьютер выключился. Да, ничего. И можно с Никитой. Окей, да, да, я вижу, вижу. Просто сделай скат, горочку. Это будет дополнительная крыша. Просто горочку такой скат. Раз. Будет дополнительная крыша. И внизу можно сделать такой, как будто, еще как будто одно окошко. Кусочек в лес окошко. Такой итальянский пейзажик. Много всяких крышечек, дверочек, окошечек. Такое все миловидное. Все такое, у-тю-тю-тю-тю. Ой, хорошо. Аиша, хорошо. Аиша, внутри линию стирай, внутри крыши, да? Внутри крыши линию стирай и обрежь крышу, чтобы она была параллельно листу. Вот так вот. Очень хорошая крыша. Просто так раз обрежь, чтобы она параллельно листу была и хорошо будет. Итак, я стираю вот здесь вот линию, посмотрите. Проход в нашу красивую гавань я вот тут стираю. Все, мы готовы зайти к морю, да? Посмотрите, мы готовы пройти к морю. Мы готовы пройти к морю. И мы сейчас добавим украшения. Любите украшения? Я думаю, любите, да? Я думаю, все любят украшения. Очень все любят украшения. Кто готов к украшениям, лайк. Отлично. Лиза готова к украшениям. Сонечка, используй, пожалуйста, одень ми ластик. Никогда не использую ластик на карандаше. Окей? Так, Анечка готова. Кто готов к украшениям? Who is ready to draw flowers? Никита готов? Отлично. Аиша готова? Соня готова? Мия готова? Окей. Итак, внимание. Мы сейчас будем рисовать украшения. Hey, class, look at me. This is important step. Это очень важный шаг. Посмотрите, я рисую вот такие вот. Прям поверх, посмотрите, поверх нашей крыши. И вдоль, вдоль вот так вот. Посмотрите, какие узорчатые линии. Это будет куст. Да, 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 да. Посмотрите внимательно. Жих, жих, жих. И прям поверх крыши, вдоль, вдоль дверки. Не обязательно повторять 100% волну, как у меня. Главное, идею повторить, да. Это будет куст. О, Анют, вот смотрите, вот посмотрите у Ани. Быстро провела, красиво, шикарно. Анют, шикарно, да. Анют, только сильно на дорогу не заходи, потому что у нас же проход, да. А если оно заросло, будет тяжело пройти. То есть только уголок зарос, а вход все-таки целый. Да, Аиш, вот у Аиши вход в целый, можно зайти. То же самое, Никит. Никит, вход сильно не загораживай, да. Вход же должен быть чистый. Чуть-чуть вот тут на уголок зашло снизу, и вход достаточно чистый, да. То есть можно зайти туда. И это у нас будут растения. Так, это у нас у кого-то красиво. Сонечка, да, очень красиво. Соня очень красиво. И, конечно, внутри этого куста мы все чистим, потому что нам внутри куста ничего... Ну, мы же не видим за кустом, да. Посмотрите, внутри куста я чищу крышу, потому что крышу я не вижу за кустом. Посмотрите, крышу за кустом я не вижу. И вот здесь вот угол, угол я тоже не вижу. То есть внутри куста, внутри я, конечно, должна все почистить. Внутри куста я должна все почистить. Вот, хопа, куст. Посмотрите, какой красивый куст. И, конечно, внутри я сделаю вот это будут цветы. Я нарисую такие площади облака. Это облака цветов. да да они сейчас хорошо сейчас очень хорошо облака цветов внутри мы рисуем пятном мы рисуем пятном это будут облака цветов от 1 облака 2 примерно 3 4 внизу маленькие облака цветов будто это облака цветов то есть там где будут у нас яркие красные цветы и здесь тоже также мелко мелко я вот так вот маленькие на крыше делаю на крыше тоже тоже зелень появилась на крыше тут тут нету и тут где-то вырос его выросла тоже зелень посмотрите я рисую именно площадями тут вот выросла тут это же кусочки цветов то есть я кружочки там какие-то добавляют для цветов да для цветов сейчас я сделаю поближе мы именно площадью да на крыше заполняем площадью цветы площадью именно площадью сейчас я сюда тоже куцу добавлю но он будет не такой большой конечно будет не такой большой но он в этом углу растет под крышей посмотрите под крышей и бьется такая ли она туда поползла то все все рисую как бы кустики такие до кустики длинные кустики вот еще один куст внутри куста я стираю стенку потому что конечно же угол стены я внутри куста не вижу мы знаем что он там есть но я не вижу вот еще один куст в другом углу посмотрите как пятно мы рисуем пятном да таким неровным неоднородным пятном вот это пятно зеленого куста конечно же я делаю внутри облачка для цветов эти облачка это будут цветы внутри я нарисовала внутри все остальное это просто зеленое пятно зеленое пятно смотрите уже как красиво смотрится да мы сделали к идеальное построение мы с вами сейчас добавили декор с пятнами дак то есть пятнышками добавили декор очень аиша просто вообще великолепно аишь вот тут угол срежь вот так вот так так чуть-чуть подрежь уголок да соня подожди не успела сонями я хочу посмотреть ближе соня ближе меня тоже ближе соня ближе выше так сейчас секундочку меня соня сонечка обрати внимание видишь вот эта линия вот тут вот линия до линия угла она вся закрыта кустом от пола до до крыши и внутри эту линию я не вижу обрати внимание сонечка окей подотри эту линию теперь меня ближе мне ближе так стоп холда значит умея я попрошу одну вещь исправить это вот вот эта полоса она вот так вот ушла вот так ушла да я немножко утрирую но обязательно поправьте более параллельно пошут это линия идеальная вот от нее и построитесь поправьте пожалуйста чтобы было ровно потому что это центральная часть картины чтобы все-таки фокус туда глаз уходит итак давайте посмотрим никита лиза аня как получился вот этот куст красивый так смотрим лиза алиса красиво лиз куст немножечко ниже чем пол немножечко ниже да чуть-чуть вот сюда ниже чем вот по чуть чуть ниже чем есть край стены никита никита отлично очень хорошо здесь хорошо никита оставляй очень хорошо да очень хорошо да прекрасно очень хорошо анечка ребят мы почти уже подошли к завершению значит мы с вами все все полностью нарисовали секундочку кто хочет добавить вот сюда вот какой-то хотя наверно давайте оставим давай мне нравится и так очень очень красиво я хочу добавить облака облака хочу добавить посмотрите что облака рисуются примерно так же корявенько как рисуются и кусты я вам сейчас приближу они обратите внимание примерно горизонтально горизонтально поверхность одно облачко вверх ушло а другое вот чуть-чуть тут не влазит одно облачко ушло вверх а другое чуть-чуть не влазит ну я думаю на этом мы остановимся и сейчас я покажу как мы это будем раскрашивать в задачи мы полностью справились полностью справить ой сейчас еще лепестки я вам покажу лепестки как нарисовать ой как красиво будет на полу здесь падают лепестки они все горизонтальный полу падают вот так вот раз 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 они все горизонтально они лежат как горизонтальные полосочки лежат рядом с кустиком вот здесь вот с краю лежат рядом с кустиком ну и можно вот тут еще вот так то есть немножечко попадали как будто знаете лепестки вот этих цветов роз сюда вниз попадали но все горизонтально на они горизонтальные никит у тебя камушки попадали более плоские более такие плоские да как лепесточек как лодочка такой больше потоньше чтобы это было похоже не на камушек а на лепесточек так я немножко для дорожки оставлю место то есть тут попадали полосочки и тут попадали чуть-чуть но все горизонтально и достаточно плоско ну и работа наша готова посмотрите какая красотища какая какая вот такая милота до получилась милота получилась мы задачи урока сегодня справились вы большие полосы мы сейчас немножечко это пораскрашиваем я вам вышлю все равно фотографию как это выглядит в цвете вы можете раскрашивать ее как раскраску но самое главное что вы сделали посмотрите какую красивую построенную работу мы сейчас с вами раскрасим ее начнем а завершите вы раскрасочку дома и так я начну с океана и с неба небо у нас нежно голубое небо на снежно голубое океан у нас темно-синий не забывайте подкладывать под руку что-либо да иначе вы всю свою красотищу разотрете не забывайте подкладывать что-либо иначе красотищу свою разотрете и И посмотрите, небо у нас голубое горизонтально, я тонирую, посмотрите, я тонирую, это очень важно, именно тон. Если вы будете делать каляки-маляки, вот такого, вот так вот, быстро-быстро-быстро, будет вот такая каля-маля, понятно? Так мы не делаем, мы именно, такая тонировочка, да, мы именно делаем тонировочку, обратите внимание, должна быть именно тонировочка, это важно. Итак, тонировочка вокруг облачка, так, сейчас я поточу, нежно-нежно-голубая, нежно-нежно, у нас небо нежно-голубое, да, нежно-голубое небо, посмотрите, ой, какое голубое, нежно-голубое небо, красивое, горизонтальные линии, горизонтальные, вот так вот, параллельно листу, параллельно, горизонтальные, не вертикальные, ребят, а горизонтальные, посмотрите, горизонтальные, и я рисую на листочке, потому что, представляете, сколько раз я тру, смотрите, я все затираю, да, вот меечка, хорошо, то есть можно так, можно, возьмите, как вам удобно, карандаш, главное, чтобы, когда вы рисуете, когда вы рисуете, у вас линии были равномерными, такими, ровненькие, равномерные, мягенькие, такой пушистый, ну, такое небо, оно такое, мягкий переход, да, мягкий у неба переход, горизонтальный, вот посмотрите, вот какое небо, облачко я, конечно же, не раскрашиваю, внутри облачка я ничего не раскрашиваю, потому что облачко все-таки беленькое, да, облачко все-таки беленькое, поэтому я захожу немножко на облачко, но внутри облачко, посмотрите, видите, оно осталось, никуда не делось, и синеньким цветом я сделаю океан, точно так же, сейчас мы раскрасим, я посмотрю, как у кого получилось, океан, верхняя граница океана темная, и чем ближе к берегу, тем светлее, посмотрите, темная, а потом, чем ближе к берегу, тем светлее, тут уже посветлее океан, океан у меня номер 43, он такой холодный цвет, синий, холодный, 43, а край, прям, достаточно плотный цвет, я могу посильнее нажимать, смотрите, какой океан, да, он плотный, но к берегу он все-таки посветлее, да, посветлее, ближе к берегу океан все светлее и светлее, вот так вот, смотрите, уже как красиво, да, как красиво, ну, и, конечно, бережок у нас песочек, песочек у нас светло-желтенький, я беру там такой светло-желтый номер 02, и песочек, просто тонирую песочек, до самого низа равномерно тонирую, до самого низа я тонирую песочек, ровненько, горизонтальными линиями, ну, и кто сделал, сейчас посмотрим на эту красотищу, кто сделал, мы сейчас посмотрим на эту красотищу, тон, так, выше, 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 Анечка, выше, выше, я не вижу, не вижу этот, дырочку, покажешь вот эту? Выше, 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 да, Анют, нажимай на карандаш сильнее, видишь, у тебя, когда ты рисовала, ты сильно давила очень на карандаш, поэтому теперь яркость твоей работы должна быть очень яркая, поэтому тебе придется на карандаш нажимать сильнее, то есть если мы сильно давили, то тогда плотность карандаша придется, ну, очень сильную иметь, чтобы карандаш, или, Анют, Анют, ты можешь стереть чуть-чуть карандаш, подтереть, Анют, слышишь, подтереть карандаш, да, чтобы его было плохо видно, и потом начать раскрашивать, да, чтобы карандаш не так было, ну, заметен, да, Анют? Только микрофончик включи, ага. Можно, когда мы сделаем, можно я потом размочу небо? Да, можно, но для того, чтобы размочить небо, у тебя карандаш должен быть практически невидим. То есть сейчас тебе необходимо этот карандаш стереть. То есть ты можешь вот так вот взять, стереть обычный карандаш, а потом затонировать уже цветный. Потому что когда ты будешь растирать, обычный карандаш тоже потечет, и он серый, у тебя будет серость, грязь в работе. Чтобы этого не было, сначала затри карандаш. Например, облачко, видишь, у тебя как сильно облачко обведено. Ты возьми, сотри, вот это, ну, чтобы не было сильно карандаш видно, сотри. Он все равно у тебя будет видно, ты сильно нажала, сотри, чуть-чуть вот этот край, да, сотри. И потом раскрашивай вокруг, окей? Вот, смотри, я стерла, у меня карандаш сейчас не видно, и облачко белое получилось. Опа, видишь как? То есть карандаш можно стереть. Итак, кто сделал, пожалуйста, покажите. Я на этом остановлюсь, хочу посмотреть, как у вас получилось. Ну, я думаю, что вы уже видите, что получается очень красиво. Очень красиво. Да, да, Анют, Анют, хорошо. Ой, Мия, очень красиво, Мия. Очень-очень красиво, Никита, да, очень хорошо. Ой, как красиво, Аиша. Аиша, прям, вот у Аиши, прям туда ушло, шикарно у Аиши, да. Да, очень хорошо. Смотрим, Сонечка, Соня прекрасно. Лиза, молодцы. Итак, мы сейчас делаем вот этот верх, это тоже небо, да, для того, чтобы было ощущение, что небо, ну, то есть вот там вот небо, то есть вот здесь вот точно так же равномерно. Не забывайте подкладывать листочек. Мы, ну, я сделаю тоже несколько облачков, вот так, смотрите, несколько облачков. Обратите внимание, что если облака уйдут в край листа, это будет более красиво. Сейчас я вам покажу, сейчас камера сфокусируется, секундочку. И мы затонируем вверх, и я думаю, на этом остановимся. Так, сейчас, секунду. Давай, фокусируйся, фокусируйся. Окей, два облачка, видите, сверху? Я два облачка нарисовала. Одно уходит за дом, а другое уходит наверх. И это очень красиво. Да, Анют, какой вопрос? Горизонтально, нежно, не торопимся, мы никуда не торопимся. А какой свет для океана? Какой цвет, что? Для океана. Для океана синий, темно-синий. Это у меня цвет 43. Цвет 43. Итак, посмотрите, я небо точно так же тонирую, мы никуда не торопимся. То есть вы это дораскрашиваете прекрасно, красиво дома. Вот так вот на облачко можно заходить, чтобы облачко такое было более пушистое вдоль стеночки. И вот так вот я тонирую небо, да, смотрите, нежно-голубое небо. Точно так же, как у нас внутри, вот здесь вот было. Я тонирую небо, обходя наши красивые кустики. Ровно-ровно. Очень мягкий переход цвета, посмотрите. Облачко неровное, то есть мы не делаем его овальным, да. Мы его делаем таким немножечко как бы обрезанным. И вот будет выглядеть вот так. Ой, Никита очень хорошо, Никит очень хорошо, да. А, Никит, можно еще раз подальше хочу глянуть? Сейчас, секундочку. И замри, Никита, замри, замри. Да, Никита шикарный, ну прям вот уход вдаль, супер. Давайте смотрим Соня. Сонечка, Соня, ты можешь вот верх синий, вот этот голубой второй слой наложить, потому что обычно верх чуть темнее, чем низ, да. То есть, ну только сильно не дави, просто второй слой наложи, и оно будет еще более объемным, да. Еще будет более объемным. Вот второй слой наложи, будет еще более объемным. Итак, я вам сейчас покажу, у нас есть пять минут, я вам сейчас покажу, как делаются растения, то есть, как делаются вот эти большие растения. Для этого нам понадобится красный для цветов и зеленый, зеленый для зелени. Красный и зеленый, да, красный и зеленый. Обязательно мы будем подкладывать что-либо. Значит, красный, цветы. Помните, мы рисовали облачка? Я сотру край облака, немножко стираю, смотрите, край облака, чтобы, ну, все-таки цветы не были как облака. Вот посмотрите, вот у меня есть облачко, видите, облачко. Hey, класс, look at me. Hey, класс, look at me. I have the cloud. Do you see what I draw? I have the cloud. I'm cleaning little bit, little bit, to make sure that pencil will be not possible to see. And inside of this, inside of this cloud, I'm doing something like that. Cusочками, кусочками как будто шерсти, посмотрите. Вот так вот, раз, одно облачко. Дальше, посмотрите, вот у меня кусочек облачка. Я его чуть-чуть подчищаю, чтобы сильно карандаш видно не было. Его еще видно, да? Сейчас, Анют, секунду. Чук-чук-чук. вниз все цветочки смотрят вниз посмотрите и вот по облачку я сделала аню давай какой вопрос какой для песочка для песочка просто желтый 02 но ты переходи к цветочкам ok переходи покажи 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 в каждом номере есть только да-да-да-да все правильно это тот свет и так я перехожу вот у меня еще облачко да я подтираю край и как бы накидываю такие вниз как будто бы цветочки дай ёжиком и так я хочу посмотреть как у вас это получается потому что все кусты будут иметь такой принцип все кусты будут иметь такой принцип а я пожалуйста покажите мне как у вас получается чтобы я была уверена что вы сможете сами раскрасить солнечка больше площадь больше посмотри вижу меня какое красное пятно больше площадь покрытия мечка верх не очень хорошо остальные точечками тоже больше площадь покрытия по сути это посмотри как колокольчик вот так вот видишь колокольчик такой мы рисуем многократно давайте никита многократно рисуем такой колокольчик никита ближе 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 Да, Никиточка, Никит, старайся тоже, чтобы колокольчиком было, да, вот так вот, колокольчиком вниз, колокольчиком вниз. И, Никит, смотри, какой-то цветок, Никит, друг с другом соприкоснулся, какой-то не соприкоснулся. Никит, у тебя достаточно равномерно они распределены, в природе так не бывает, обычно один цветок другой трогай, окей? Старайся, чтобы один цветок трогал другой, окей, Никит? так сейчас я добавлю везде в другом месте цветов я посмотрите я это делаю быстро достаточно я за контур немножко выхожу и никит посмотри у меня один цветок они все вниз как бы смотрит и один цветок посмотри я за краю выхожу и один цветок может дотронуться до другого это абсолютно нормально не всегда но иногда бывает да потому что ну не бывает что они все сами по себе не и ни один цветок до другого не дотрагивается так не бывает особенно снизу они дотрагиваются друг до друга очень часто особенно снизу да вот тут вот они дотрагиваются достаточно часто друг до друга и конечно же вот тут вот на песочке то что мы рисовали лепесточки это и есть я подтираю немножечко карандаш чтобы его не было видно эти лепесточки это и есть упавшие листочки да это и есть упавшие листочки посмотрите вот они упали и вот здесь вот оказались тут упали и тут оказались то же самое у нас происходит сверху вот тут тут красный тут красный тут тоже также на этом кусте достаточно быстро никакой логики нет просто мы делаем красные пятна там где расцвели цветы ну и конечно же они вниз тоже упали поэтому вот эти лепестки которые мы рисовали полосочками вот они здесь у нас будут присутствовать смотрите уже какая красота да и то же самое с зеленым я делаю то же самое зеленым край край куста я чищу чтобы сильно не было видно контур карандаша я чуть-чуть подчищу чуть-чуть и вот так же такими же линиями вот такими я полностью заполняю куст край куста уже более масштабными до более такими масштабными внутри цветов я заполняю вот так вот рука может чуть-чуть подустать ну вот так вот я накидываю уже более большими площадями я накидываю зелень посмотрите как красиво смотрится чем более такие хаотичные линии смотрящий вниз будут лапы до лапы такие цветов тем будет красивей круто да смотрите уже как красиво получается и здесь то же самое я подтираю чуть-чуть какой зеленый из зеленый 55 давайте еще три минутки да и так я тут тоже подтираю что просто не было видно и я сейчас этот куст тоже тоже этот куст вот такими движениями вниз все листочки смотрят вниз никакой логики то есть это выглядит как каля маля потому что все-таки это растение да когда это растение оно такое путается ли они стость такая есть в нем поэтому это абсолютно нормально вот как будто туда ли она ушла вот примерно так и я беру просто темно темный зеленый просто темно зеленый если у меня остались какие-то белые промежутки я эти белые промежутки заполняют темный зелен если внутри внутри куста то что осталось какие-то промежутки я немножечко заполняю к темно зеленым Чтобы куст не казался прозрачным, я заполняю темно-зеленым, чтобы не было ощущения прозрачности. Ну, такую же коляшечку-маляшечку, все через коля-маля, да, такое вот. Только, ну, все-таки, смотрите, не заходите на забор сильно, вот крышу аккуратно обходите, все-таки, да, крыша ровная, поэтому коля-маля, оно на крышу-то не заходит, да. И тут также, немножко листики попадали, тоже я добавлю вниз на землю, листики тоже падают, не только падают, все-таки цветы, да, не только цветы. И я очень аккуратно, сильно не давлю, вот так вот тонирую все остальное. Тонирую темно-зеленым, немножко как барашек кудряво, можно вот так вот кудрявить, кудрявить. Я тонирую все остальное, вот так вот, смотрите, вот так вот тонирую, тонирую. Весь, все облако куста, которое мы рисовали, можно коляшечкой-маляшечкой, такие кудряшечки, кудряшечки. То есть мы структурой передаем эту красоту, вот так вот, вот так можно. Мы передали структурой, что вот здесь вот куст. Давайте на этом остановимся и посмотрим, как у кого получилось. Ну, я думаю, что вы уже видите, какая красотища получается, да. Давайте на этом остановимся. Stop on this. На этом остановимся. Давайте посмотрим, как получилось. Я нажму Stop видео.